Добрый день! Меня зовут Лена, я ведущая программы проповеди по понедельникам. Сегодня я предлагаю проповедь пастора Бая, прочитанную им по книге Иова, главе 33 и 34. Давайте вместе размышлять над этой проповедью, над речью Илюя, которую мы слышим в этих главах. Каждый из нас в какой-то момент может быть друг для друга вместо Бога, говорить Божьи истины друг другу. Илюй говорит, как представитель Бога. Он обращается к Иову в уверенности в том, что он имеет на это право. Апостол Павел, он предупреждает нас о такой самоуверенности, уча служить в скромности и покорности Бога, понимая, что человеческая природа греховна. Он говорил, то, что хочу, не делаю, а то, что не хочу, то делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. И так тот же самый я, умом моим, служу закону Божью, а плотью – закону греха. Только Иисус Христос был безгрешным рупором Бога. Достичь этого духовного единства с Богом, как человек, смог только Христос. Бог снизошел к людям, послал своего Сына, который явился человеку в образе человека с именем Иисус Христос. И сейчас Иисус Христос, наш Господь, каждому из нас обращается со словами «Меня не надо бояться, потому что я посредник между вами и Богом, моим Отцом». Эту роль посредника Иисусу Христу доверил Небесный Отец, чтобы мы, Его самое любимое творение, в котором живет Божий образ и Дух Божий, имели общение со Своим Творцом. Иисус являл людям Бога. Он был чистым проявлением Его сущности. В речи Илюя мы слышим, что Он считает, что тоже достиг состояния божественной истины. Поэтому Он судит праведника по Своему суду. Суду в Его глазах правомочному. Бывают такие случаи в жизни, когда Бог обращается к кому-то конкретно. Помните, как Он говорил Павлу, когда тому надлежало оправдываться перед судом. Не волнуйся, что тебе говорить, потому что сам Дух Святой будет говорить через тебя. Это состояние, которое дает нам близость, присутствие Бога, оно кратковременно. И мы, христиане, как рождённые свыше, можем стать в какой-то момент тоже чистым рупором Бога, когда мы свидетельствуем, когда мы проповедуем о Божьей любви. У христиан должно расти понимание того, что мы несем в себе образ Бога для этого мира. И это понимание делает нас ответственными быть за то, что мы говорим, как мы живём. Сам Иисус говорил кротко. Он не судил безжалостно людей для того, чтобы уничтожить обвиняемого. Он судил согласно Божьему определению, определению, чтобы человек-грешник увидел свой грех в Божьем свете и открыл сердце для спасения. С благословлением мы несем благую весть людям. Мы свидетельствуем о его чудных делах в нашей жизни. Этим мы можем гордиться, но ни в коем случае не возноситься. Что говорил людям Иисус? Я принёс вам Божье Слово, но вы его отвергли, заслужили проклятие, но у вас есть выход покаяния. Он говорил, я не пришёл судить этот мир. Этот мир уже осуждён. Я пришёл спасти человека. Каждого, кто поверит в то, что Иисус Христос – Сын Божий, Его жертву на кресте. Как трудно спасённым избежать чувства превосходства. Я вот, смотрите, молюсь, а вот тот-то не молится. Я выше этого человека. Или тот молится, смотрите, прямо в два слова, как кротко, как коротко. А я вот молюсь целый день и ночью молюсь. Я вот выше этого человека. В этом случае мы забываем, что говорил Иисус о воздыханиях, о том, как молился мытарь. Однажды мы пришли в семью в Караганде, в семью, которые ещё не приняли Иисуса Христа, как мы это видим. Они не ходили в церковь, и Слово Божье несли им мы, как могли. И вот однажды я пришла к ним без ронни и за столом, где мы собрались с моей мамой и с гостеприимными нашими хозяевами. Единственным мужчином был этот человек Геннадий, который был хозяин дома. И моя мама, ну, сказала, ну что, Лена, давай будем молиться. Я говорю, я не могу, среди нас есть мужчина. Мама как-то так пренебрежительно посмотрела в сторону своего соседа. Мы по-соседски жили, а его жена говорит, да какой там он молитвенник. Но я настояла. Я говорю, вы знаете, я не могу, давайте дадим слово ему. И вот он перед обедом помолился очень коротко. Он сказал, будь милостив к нам, грешным Божиим. Не возноситься в той высоте, которую дал нам Господь. Это гордыня. И от этой гордыни очень трудно застраховаться. Есть только один выход. Какой? Покаяния. Приучать себя в каждом человеке, с которым мы общаемся, видеть Божий образ и не забывать, что Бог его любит не меньше, чем нас. На своей божественной высоте, которую нам определил Господь, мы должны быть кроткими. Бог уже на своей божественной высоте говорил с народом своим через пророков. У нас в христианском мире есть свои пророки. Преподобный Макарь Египетский говорил, что смирение есть признак христианства или критерий, по которому можно определить, христиане ли мы или язычники. Есть ли в нас благодать или нет, с Богом ли мы или без Бога, счастливы мы или несчастливы. Но человеку свойственно гневаться, особенно если перед его глазами творится какое-то бесчестие. Но гнев надо проявлять тоже кротко, ибо наш гнев может выйти за соразмерность греха того, что происходит. со стороны видно то, что не видно вблизи. Так будем кроткими. Потому что, когда наставляем другого человека, то легко уйти от истины через сознание собственного духовного превосходства. Нам надо давать наставление скромно. Это говорит нам Библия. Хорошо будет, говорит пастор Абай, если мы будем помнить, когда проповедуем Божье Слово, свидетельствуем, несем благою весть, что Бог мудрее нам, нас, что Он не меньше, чем нас, любит тех, кому мы говорим Его Слово, как посредственники Божии. Я хотела бы поделиться с вами одной историей. Однажды, когда мы были в Германии, мне передали весть о несчастном случае. Мой папа упал и сломал шейку бедра. Пока я делала визу, пока я покупала билеты, нам надо было приехать еще из Германии домой, все это оформить, все документы оформить. Это прошло, наверное, недели две, пока я смогла выехать к маме. Даже больше. Время, когда папа лежал в больнице, показало нам ценность нашего общения христианского. К папе каждый день приходил пастор Абай, он его обмывал и помогал маме ухаживать за ним каждый день. Когда папу привезли домой, то большую нагрузку на себя принимала мама. В вечернее ночное время она ухаживала за ним, подносила судно, кормила, одевала, укрывала, поила. И когда я приехала, то увидела, как она устала. Ей было в то время 81 год, а папа сломал ногу 86 лет ему было. И увидела я в глазах папы смертельную тоску. Мама с ним ругалась. Она говорила, Володя, ты должен двигаться, ты должен двигаться, иначе у тебя будут застойные процессы в легких и в сердце не справиться с нагрузкой, и это смерть. Папа злился на маму, потому что он получил строгие указания доктора лежать и не двигаться. Когда я приехала, я взяла сторону мамы и говорю ему, вот, папа, я тебе принесла еду, ты должен кушать. Он говорит, а тебе что? Или вы с мамой сговорились? Тебе трудно меня накормить. Я говорю, папа, что ты сломал? Он говорит, я сломал ногу. А я говорю, при чем здесь руки? Он мне показывал, как они дрожат, держа ложку, ты должен тренироваться. Папа, это не дело так сдаваться. Но доктор же мне сказал, и я буду слушать доктора. В это время я начинала ему делать массаж, я делала массаж ему по два часа, массаж всего тела, но это не помогало. Я позвонила своему преподавателю по хирургии, и преподаватель сказал мне, сколько время прошло после травмы. Он спросил меня. Я говорю, наверное, уже полтора месяца. Если ваш папа живет, то у нас нету наработок по дальнейшему уходу за такими больными. И в этот вечер я увидела, как мама горько плакала на кухне от бессилия. Тогда у меня пришла идея позвать дежурного врача. Где-то на следующий день, рано утром после шести, к нам приходит доктор, дежурный доктор, хирург, он бегает в нашу комнату, где лежал папа, и сходу говорит, ну так, сколько время прошло после травмы, я говорю, полтора месяца, и он живет еще, ваш папа? Я говорю, живет. Когда папа услышал эти слова, он даже вздрогнул, как это вы говорите, что вы себе это такое позволяете? Не волнуйтесь, говорит ему доктор, просто в этом возрасте такие переломы обычно заканчиваются до месяца, а заканчиваются летальным исходом. А совет она дала, когда уходила, вы не думайте, что ваша нога заживет, она не заживет, просто вы двигайтесь, тогда у вас есть шанс еще пожить. Папа определил такую ситуацию, как критическую, и полностью поменял свое мировоззрение по отношению к тому, что мы делаем с мамой, и начал двигаться. Я с ним занималась утром и вечером, ему было очень больно опять садиться, опять вставать, мы все это делали с Божьей помощью, и вот через несколько дней после того, как у нас был хирург, нас навестил тот человек, который когда-то мне сказал, что Иисус меня любит, и я поверила, Иисус прикоснулся тогда ко мне, и я ему говорю с радостью, Володя, ты представляешь, папе можно двигаться, ну не заживет эта нога, ну и пускай не заживет, он меня перебил, говорит, это дьявол вам говорит, что он не заживет, мы же молимся за него, а нога заживет, и он придет в церковь, и будет прославлять Бога, сначала я посчитала его слова безумными, а потом поняла, мне надо, нам всем надо в это верить, во всяком случае делать все для того, чтобы нога зажила, к нам приходили верующие братья и сестры в молитве, к нам приходил пастор Абай, молился, но однажды утомление сказалось, и никто из нас в семье не высыпался, особенно страдала мама, а у папы болела нога под пяткой, она болела под гипсом, мы тогда не знали, что в это время пятка у него отмирает, просто у него болела нога, и он не мог просто спать, он стонал, и просил какой-то ящик, которому посоветовал сосед, потом кидал этот ящик, ящик падал, происходил шум, выбегала мама, и начиналась такая перебранка, кто прав, кто виноват, и я помню, как я в 6 часов утра схватила собачку для того, чтобы с ней прогуляться, чтобы как-то успокоиться, и тут у нас церковь поблизости, я смотрю, что двери в церкви открыты, я захожу в церковь, спрашиваю, где пастор Абай, собачка у меня там на поводке где-то балдается, она маленькая у нас была, но у меня было такое нервное состояние, что если я не выговорюсь, я, наверное, разорвусь на части, или умру, я прихожу к пастору Абай, он действительно молился, вот в это время утреннее он молился, и я тут же сходу говорю, вот так пастор Абай, сердце мое холодное, в нем нет ни любви, никакой жалости, я вот такая вся беспомощная, и в то же время вот такая грешная, пастор Абай молчит, тогда я ему объясняю, вы понимаете, случилось так-то, вот так-то, папа не спал, ящик упал, шум, мама встала, мы перессорились друг с другом, он опять молчит, а мне уже сказать нечего, тогда через какую-то паузу он начал говорить, он говорит, а я вам, Елену, помочь не могу, но тут меня задело, как это так, я все ему рассказала, все, что было на сердце, что у меня такое сердце холодное, а он мне еще больше его охлаждает, а пастор Абай говорит, понимаете, если бы у нас была вера с гречичное зерно, то мы могли бы переставить эти горы, но не можем, опять безвыходная ситуация, опять я как бы откатилась назад от спасения, а он опять начал говорить, но вы знаете, есть тот, кто эти горы может повернуть, и мы его именем будем молиться Богу, который может все. Оставшиеся пять дней я, мы прожили в мире и спокойствии, папа каждый день совершал подвиги, он начал сидеть, потом вставать, и все, что мы не делали, мы делали во имя Иисуса Христа, говорила я, встаем. У него же начинались пролежни, и то, что он начал подниматься, это спасало его, кожа еще не лопнула. И когда я уезжала, он мог самостоятельно встать и сесть на судно. Через год, когда мы приезжали вместе с Рониной навестить наших родителей, папа пришел в церковь и прославил Бога. И в это же время мы поехали на рентгеновское обследование, и рентгенолог сказал, показывая рентгенограмму, это чудо, такого не могло быть, но это произошло. Папина нога полностью зажила. Поэтому, когда мы служим людям, говорит пастор Абай, нам надо служить так, чтобы не нас видели, таких хороших и правильных, а самого Бога нашего. В убежденности в своей правоте Илюй, он похож на Иова, но в его правде нет места для правды Иова. Илюй обращается к Иову. Если ты знаешь, что ты согрешил, а говоришь, что не грешишь, то обманываешь. Илюй совершил ошибку старцев, не поверивших Иову его праведности. Он не замечает своего высокомерия. Цель этой речи Илюя успеть осудить и приподняться над Иовом и над его друзьями, которые умолкли от того, что не нашли истины в причине бед Иова. Илюй поступает как фарисей, как самонадеянный фарисей. Он не суть проблемы пытается разрешить, а хитро подловить несчастного Иова, праведника, на его же словах. Слова Иова, да, они похожи на богохульство, если не вдуматься внимательно в их смысл. Цепляние за слово – это плохая привычка для христиан, которые хотят служить во спасении людей. Эта привычка плохо сказывается на отношениях христиан как с верующими, так с неверующими. Богословская модель Илюя, что Бог проявляет одностороннее участие в личной жизни людей. Он активно вмешивается в личную жизнь людей. Если человек грешит, то Бог придет к нему во сне и проговорит кошмары, чтобы тот испугался и перестал делать беззаконие, потому что в противном случае, если человек не испугается, то его жизнь потерпит крах по суду Бога. Христианское общение основано на том, чтобы обвинять грешника, больше обвинять грешника, чем искать причину и искать пути выхода из этого греховного состояния, оно тупиковое. В таком общении дело даже не в том, в чем согрешил этот человек, или согрешил он или нет, а в том, как он предстоит перед Богом. И в этом модели всегда виноват человек. Модель Иова. Бог говорит, что может испытывать человека, давая ему страдания, давая страдания праведникам. Потом в Исаии он будет говорить о страдании праведников за спасение язычников. Это предсказание о Иисусе. Современная жизнь усложняется. Бог начинает продлевать свое долготерпение, не наказывая грешников, проявляя к ним Божье милосердие, и праведники в этой системе должны будут страдать. Но в этом страдании они будут очищаться от суеты, и это страдание, оно будет спасать близких им людей и далеких народы. И когда-нибудь в вечности, когда придет Господь Бог, это страдание воплотится Божьей благодатью. Но Бог не даст праведнику страдать свыше того, как он может вытерпеть. И страдания эти временные. Честный человек в мире полном лжи, ненависти, он страдает во славу Бога, во спасение своих близких, во спасение братьев и сестер. А если он со временем сдаст свои позиции, то он станет грешником. До Иова не было санкций, Божьей санкций для этой модели богословия. Такой сильный праведник, как Иов, страдал так мучительно, так сильно, что весь мир узнал об этом. Его о том, об этих его страданиях и до сих пор страдает вместе с ним. Его страдания, как праведника, не вписывалось в существующее богословие. Наступил кризис устаревшего богословия, чтобы мир принял спасительное богословие Христа, Сына Бога, который на кресте искупил грехи людей, чтобы поверившие в Него вошли святыми в царствие Божие любви. И мир получил вердикт Бога. Бог остается праведен, допуская страдания праведника. Фейсбук.